В эфире программа День города. Здравствуйте! О событиях прошедших суток с вами поделятся наши авторы и я, Алена Куколева. Сегодня вы увидите. Следующее цирковое представление рязанские дети смогут увидеть только в следующем году. После пожара цирк планируют восстановить к сентябрю 2016 года. Со следующего года в Рязани изменятся налоговые ставки для малого и среднего бизнеса. И вопрос еще не решенный. В Рязани продолжаются ожесточенные споры по поводу передачи водоканала в частные руки. Вчера в Рязани горел ремонтирующийся цирк. Центр города весь вечер был задымлен, тушение огня продолжалось 3 часа. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Напомним, здание цирка в марте было закрыто на капремонт. На месте ЧП побывал Иван Крестьянинов. И снова Рязань взбудоражила новость о пожаре. На этот раз горел купол рязанского цирка. В учреждении уже несколько месяцев проходит капитальный ремонт. Примечательно, что закончится он должен был буквально через неделю. Возгорание произошло 25 ноября. После обеда загорелся кровельный материал. Сосредоточены силы и средства по повышенному рангу третьему. 16 единиц техники и 45 человек личного состава. Пострадавших предварительно нет. Причины возгорания устанавливаются. Чтобы добраться до очага возгорания, пожарным пришлось вскрывать крышу здания. Для чего использовались болгарки и другие инструменты. Ориентироваться в условиях сильного задымления огнеборцам помогал квадрокоптер. В 16.53 в МЧС объявили о локализации возгорания, а в 18.35 уже о его ликвидации. Поврежденная огнем площадь составляет 300 квадратных метров. Официальная причина пожара будет опубликована позже. Но по предварительным данным произошло возгорание утеплителей металлической кровли. Директор цирка утверждает, что утеплитель был сертифицирован. В свою очередь злые языки говорят о поджоге. Но эта информация пока что не подтверждается. Велись работы по примыканию мягкой кровли к металлической. Естественно, там используется горелка. Видно, где-то неаккуратно кто-то из рабочих зацепил утеплитель. Потихонечку начало тлеть. Температуру набирает. Но при температуре у нас возгорается практически все. Пострадавших нет. Животных сотрудников цирка во время пожара в здании не было. Сергей Казаков пообещал, что после ремонта он обязательно откроется. А поврежденную часть купола могут отремонтировать за счет генподрядчика. Откроемся. Ну, естественно, не в декабре. Дело даже не в пожаре. Были проблемы с определенным финансированием. Откроемся. Цирк от этого, сам цирк от этого, что сейчас произошло, не пострадал. Пострадать не мог, потому что купол он бетонный. Это вот сверху только от кровли. Ну, кровлю постелят новую. Иван Крестьянинов, Артем Бухволов, телекомпания «Город». В Рязани обсуждается вопрос о введении платы за парковку в городе. В четверг, 26 ноября, депутаты Гордумы проголосовали за установление максимального размера оплаты за пользование в течение одного часа платной стоянкой в размере 35 рублей. Подробнее Оксана Тебенихина. На очередном заседании Рязанской городской думы депутаты обсудили вопрос об изменениях в бюджете на текущий год. Важную роль здесь сыграли дополнительные поступления доходов от продажи земельных участков в сумме 7 миллионов 847 тысяч рублей и остаток денежных средств в сумме 7 миллионов 319 тысяч рублей. Большая часть средств будет направлена на реализацию адресной инвестиционной программы. И внутри также происходит перераспределение, в том числе за счет соглашения расходов на административные аппараты. Это касается и административных органов, в том числе администрации города, контрольно-счетные палаты. Соответственно, часть средств направляется на те необходимые объекты, которые в той или иной сфере обозначаются как наиболее важные с точки зрения социальной обеспеченности. В данном случае это и оборудование на детские сады, на те сады, которые в ближайшее время будут построены и обеспечены оборудованием. Также и на проектно-смертную документацию на оценку по второй школе искусств, которая планируется строительству недостой. Поэтому вот эта работа, она в общем-то текущая, но она очень важная. Также депутатами было принято решение сохранить значение корректирующего коэффициента К2 и в следующем году. Для поиска оптимального решения была создана рабочая группа, куда вошли депутаты Гордумы, представители администрации Рязани и предпринимательского сообщества. В итоге депутатами было предложено сохранить прежнее значение коэффициента для исчисления единого налога на вмененный доход. Необходимо наших предпринимателей поддерживать. Вы знаете, что в марте месяца мы приняли решение, согласно которому фактически все ставки коэффициента, корректирующие коэффициенты, базовые доходности, они остаются на том уровне, который был раньше. И такой же режим вводится и на 2016 год. При этом администрации мы даем поручение также рассмотреть вопрос вместе с предпринимательским сообществом о том, чтобы на 2017 год были выверены все коэффициенты. По словам депутатов, эти меры сегодня необходимы для обеспечения развития малого и среднего бизнеса и социальной стабильности в городе. Еще одним важным вопросом стало назначение даты публичных слушаний, которые затронут изменения в генплан города. Обсуждаться на слушаниях будут корректировки зонирования земель, расположенных в районах Храпова и Божаткова, для формирования и предоставления участков многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства. Публичные слушания пройдут 30 декабря в 18.00 в Малом зале административного здания на улице Радищева, дом 28. Со следующего года в Рязани изменятся налоговые ставки для малого и среднего бизнеса. Первое изменение касается исчисления единого налога на вмененный доход. Второе – снижение в четыре раза ставки налога на имущество, включенное в специальный перечень. На брифинге налоговой службы и администрации города побывал Роман Дворецков. Об основных направлениях налоговой политики города сегодня рассказали в администрации города на пресс-брифинге Управления Федеральной Налоговой Службы. По созданию условий для развития бизнеса и в тех экономических ситуациях, в которых сейчас находимся, в администрации принимаются определенные меры. И вот буквально сегодня принято два важных решения Рязанской городской думы по инициативе администрации города Рязани. Первое касается исчисления единого налога на вмененный доход. По коэффициенту К2, который участвует при расчете, в течение года проводилось несколько совещаний. Была создана рабочая группа и согласительная комиссия. В результате было принято решение, что коэффициент К2 не будет повышаться с 2016 года. Он останется в тех же параметрах, которые действовали на протяжении последних девяти лет. Второе принятое решение касается снижения в четыре раза ставки налога на имущество, включенного в специальный перечень для индивидуальных предпринимателей. Это налог на имущество зданий офисов, магазинов, зданий общепита и сферы обслуживания. Данный налог будет равен половине процента от кадастровой стоимости. Роман Дворецков, Денис Беляев, телекомпания «Город». В Рязани продолжает обсуждаться вопрос о передаче в концессионное управление муниципального предприятия «Бодоканал». Накануне эта тема была затронута в региональном отделении Общероссийского народного фронта. Мнения звучали разные, в том числе и критические по отношению к возможной концессии. Немало споров вызвал вопрос передачи в концессионное управление Рязанского водоканала. К чему это приведет? Законно ли это? Как все будет происходить? И не будет ли хуже? Ведь водоканал – стратегически важный объект. Предложение о концессионном соглашении появилось из-за необходимости модернизации водопроводных сетей и всего хозяйственного комплекса, а также погашения долгов предприятия. По результатам прогнозов, к началу следующего года они составят почти 400 миллионов рублей. В Рязани состоялось расширенное заседание рабочей группы «Качество повседневной жизни» регионального отделения Общероссийского народного фронта. Члены регионального штаба и приглашенные общественники попытались взвесить за и против. Каждый из участников выразил свое мнение. Председатель Рязанского областного отделения Общероссийской общественной организации опоры России Людмила Кибальникова выразила опасения по этому вопросу. По мнению экспертов этого отделения, Рязанский водоканал был прибыльным предприятием, но по непонятной причине в очень короткий срок стал убыточным. Мы сейчас в Рязани находимся на предельных тарифах за коммунальные платежи. Потому что если грубо обобщить факты, то сейчас во время отопительного сезона средняя коммунальная квартира оплата расходов по коммуналке составляет где-то в пределах 9 тысяч. Если объективно смотреть на факты и с другой стороны на чашу весов положить, что средняя зарплата у нас идет 15 тысяч у женщин, 25 тысяч у мужчин, то 9 тысяч является уже предельной нагрузкой в плане коммунальных платежей. И мы считаем, что вот эти изменения приведут к галлопирующему росту тарифов. Как неоднократно отмечают чиновники, продвигающие идеи концессии, тарифная политика в стране определяется государством. Федеральная служба по тарифам устанавливает для каждого региона свои лимиты. А последующий расчет делает региональная энергетическая комиссия. Влиять на это не может никто, ни городские власти, ни тем более компания-оператор. По поводу же того, чье именно управление эффективней, член регионального штаба ОНФ, президент Рязанской торгово-промышленной палаты Татьяна Гусева заявила, что передача в концессию как раз мероприятие прибыльное. В качестве примера привела ситуацию с хлебозаводами. Людмила Кибальникова акцентировала внимание собравшихся на том, что для принятия решения слишком мало информации. Поэтому нельзя торопиться и рисковать. Речь шла о принятии специального документа, в котором предложено прописать все условия перехода на концессию. Чтобы принять наиболее взвешенные решения, участники совещания предложили организовывать народные встречи, чтобы узнать, что по этому поводу думают сами рязанцы. Ольга Харламова, Денис Беляев, телекомпания «Город». Вчера первый заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний России Анатолий Рудый на форуме в Рязанской академии ВСИН заявил, что тюремное ведомство ушло от массового применения силы в критических ситуациях. По его словам, переговоры нередко оказываются более эффективны, чем спецназ. Как сообщил Анатолий Рудый, в ведомственных вузах Федеральной службы исполнения наказаний уже введены специальные курсы переговоров. Если по-хорошему, то каждый сотрудник ведомства, контактирующий с заключенным, должен в той или иной степени овладеть наукой экстремальных переговоров. Но должны быть и специальные переговорщики, эдакий психологический спецназ для крайних случаев. Как бы то ни было, в тюремном ведомстве уже стали осваивать науку убеждения. Правильный путь, считают эксперты, действовать не только силой, но и словом и умом. Так вышло, что примерно в то же самое время, когда первый замдиректора ВСИН Анатолий Рудый на форуме в Рязани делал заявление о том, что ведомство отказалось от практики массового применения физической силы и специальных средств в критических ситуациях, в колонии на Кубани произошло ЧП. В ночь на 25 ноября семерых осужденных избили сотрудники учреждения. Один из пострадавших получил смертельные травмы. Погибшему было 16 лет. Директор Федеральной службы исполнения наказаний Геннадий Корниенко выехал на место происшествия в Краснодарский край. И поэтому отсутствовал на втором дне форума в Рязани. Это негативный момент в нашей работе. К сожалению, у нас такие вещи есть. Вылетела целая бригада вчера наших инспекторов. Мы сейчас полностью все проверяем. Полностью проверяем, как это было, что это было. На сегодняшний момент уже возбуждено два уголовных дела по трем статьям. И поверьте мне, у нас директор к таким вещам относится очень жестко. И, естественно, последуют очень серьезные наказания за такие вещи. Такие вещи нельзя прощать. Какие еще вопросы обсуждались на втором международно-пенциарном форме, мы расскажем завтра. Сегодня в Рязани состоялся полуфинал чемпионата России по парикмахерскому искусству. Более 70 лучших российских мастеров со всех уголков нашей страны продемонстрировали свой уровень профессионализма и видение современной моды причесок. Парикмахерское искусство – самая демократичная разновидность творчества, потому что каждый человек может по своему желанию напрямую соприкоснуться с ним. И называют парикмахерское дело искусством не случайно, так как настоящий мастер своего дела не просто создает прическу, он создает новый облик человека. Уже пятый раз подряд в Рязани проходит открытый чемпионат Рязанской области по парикмахерскому искусству. Для участия в таком необычном мероприятии съезжаются парикмахеры не только с нашего региона. Каждый год количество участников растет. В этом году на чемпионат прибыло 80 человек. Среди них 50 мастеров из Рязани, 20 из муниципальных образований, 10 из Московской, Владимирской областей и из Санкт-Петербурга. Что дает нашим мастерам участие в этом конкурсе? Конечно, оно дает большой опыт, помогает зарядиться новыми творческими идеями. Это дает свои плоды. Например, в этом году участница нашего фестиваля, тем более отрадно, что это из Хасимовского района, заняла второе место на российском чемпионате по номинации «Свадебные прически». Лучших участников определяют мастера высочайшего уровня. Чемпионат проводится по 13 номинациям, где покажут свое мастерство не только визажисты и парикмахеры со стажем, но и юниоры. Главная задача чемпионата – дать мастерам возможность поделиться опытом и продемонстрировать свои способности. Кроме того, такие мероприятия повышают качество и культуру обслуживания населения в регионе. Таким был этот день. Я напоминаю, что новости вы можете также увидеть на нашем сайте город62.тв. Мы прощаемся с вами до завтра. Хорошего продолжения вечера. Субтитры создавал DimaTorzok